Когда в очередной раз неожиданно наступает зима, многие опытные водители сразу же одеваются и бегут в специальное место, где находят очень важный элемент тюнинга. Причем такое я видел даже в 2024 году. И сегодня мы с вами узнаем, насколько это эффективно на современных авто. Когда-то давно, если помните, мы уже тестировали установку картонки, и с ее помощью нам тогда удалось поднять температуру в салоне. Однако эффект был все равно хуже, чем от исправного термостата. А еще появилась детонация при ускорении, так как двигатель начал работать в верхнем тепловом режиме. Однако многие тогда сказали, что картонка не нужна только на колене, потому что у нее двигатель имеет КПД как у паровоза, и большая часть энергии уходит в тепло. Вот, например, на Ladi Vestia картонка уже якобы поможет. А еще говорили про то, что на термостате хоть и пишут 90 градусов, но открываться он начинает уже на 60, и этого маленького зазора достаточно, чтобы полностью выстудить двигатель. А картонка этому мешает, а еще с ней двигатель прогревается в два раза быстрее, ну, конечно, на ходу, и из печки дует более теплый воздух. Причем это все на любой современной машине, ведь не просто так на Бэху поставили жалюзи. Это одни из основных оправданий данного тюнинга. Ну что ж, согласен, поэтому сейчас возьмем обмороженный за ночь Тигуан, и посмотрим, за какое время он выйдет на рабочую температуру. Конечно же, на ходу, и для начала без картонки. Быстро гнать на холодной машине ни в коем случае нельзя, так что едем в щадящем режиме. И буквально через 7 минут температура вышла на 90 градусов. Вот только из печки пока что дует не очень теплый воздух, хотя она была включена на минимум. Сейчас ставим на пятое положение, и выезжаем на трассу. В итоге, даже на большой скорости и в минус 20 температура мотора ничуть не опустилась. При этом радиатор у нас просто ледяной. Но в тот же момент аккумулятор у нас тоже очень холодный и тормозная жидкость, что, например, в минус 50 может себя очень негативно проявить. Ну, это ладно. Сейчас установим картонку, специально большую, чтобы наверняка перекрыть весь поток встречного воздуха. Вот так, думаю, пойдет. И сейчас опять оставим машину на ночь, чтобы она полностью остыла. Кто-то вообще ставит картонку, якобы для таких целей, чтобы двигатель медленнее остывал, когда машина стоит. Однако, мы это уже тоже много раз тестировали, и как выяснилось, что хоть с картонкой, хоть с одеялом, хоть вообще без всего, двигатель остывает абсолютно одинаково. Для того, чтобы утеплитель сработал, необходимо из двигателя делать термос. То есть запечатывать его вообще со всех сторон. Чем, собственно, и занимаются люди, которые живут на севере. Иногда они говорят, что даже мотор не глушит, ведь иначе следующий запуск будет только весной. В нашем же случае, ну то есть в нашем городе и в большей части страны, достаточно просто наливать качественное моторное масло, которое не замерзает. Тогда не будет никаких проблем с запуском. Данные тесты, если помните, мы проводили совсем недавно. Если что, можете посмотреть на канале. Там же можете выбрать для себя те варианты, которые вам больше подходят. Итак, машина у нас простояла еще ночь, и сейчас опять поедем по той же дороге, с той же скоростью, чтобы увидеть, за какое время температура выйдет на рабочую. Вы не поверите, но точно так же, через 7-8 минут у нас уже 90 градусов. Ну, ладно, в общем, опять выходим на трассу. На ходу, понятное дело, что все без изменений. А вот после 10 километров пробега по трассе, мы можем увидеть, что радиатор стал все-таки теплым. Да и тормозная жидкость с аккумулятором тоже теплее. Все-таки картонка какую-никакую, но пользу несет. Вот только из печки как дул воздух в 50 градусов, так и сейчас дует, без изменений. Хоть с картонкой, хоть без. Дело в том, что отопитель работает от малого круга циркуляции жидкости, и на радиатор охлаждения вообще в этот момент ничего не идет. По поводу открытия термостата на 60 градусах. На практике получается не совсем так, даже на старых авто, ведь тепловизор показывает совершенно другие значения. Точнее, термостат только откроется, и при подаче ледяного антифриза тут же закрывается обратно. Соответственно, работает импульсами и отдает только избыточное тепло, не более. Ну, а на современных авто вообще все иначе. Где-то даже помпа идет с вакуумным управлением. То есть, жидкость после запуска поначалу даже не циркулирует, для того, чтобы хоть немного согреть двигатель, и только потом уже отдавать тепло на отопитель и в охлаждающую жидкость. Помимо этого, конечно же, бывают еще заводские жалюзи и всякие там заглушки. Они нужны именно для сохранения тепла в подкапотном пространстве, а не для того, чтобы из печки дуло теплее. Я вам больше скажу, они никак не мешают охлаждать двигатель, а вот любители картонок, наоборот, суют их куда попало и потом забывают достать. От этого различные поломки, вскипания и положенные двигатели. У нас тут больше 70 градусов и даже намека на открытие нет. И, кстати, обратите внимание, термометр у нас на дне не лежит. И, соответственно, показывает он именно температуру жидкости. Ну вот, с 95 он и начал открываться. Так что, все это сказки, что термостат открывается раньше. Получается, указана тут именно температура открывания, а не как-то по-другому. Для чего тут еще ставить картонку-то, чтобы, блин, вскипеть что ли? Так вот, какой из этого всего следует вывод? Картонка реально помогает сохранить тепло в подкапотном пространстве. Иногда это действительно нужно. Например, когда температура опускается ниже 40 градусов. Чтобы не дубили тормоза, не густел антифриз и аккумулятор нормально принимал заряд. А еще, если у вас старая по конструкции машинка, ну, которая еще с принудительным вентилятором, туда все-таки лучше поставить картонку. Точнее, сделайте что-то более цивильное, что лучше выглядит, не размокнет и не залетит куда не нужно. К счастью, различных материалов сейчас просто тьма. Если же в вашем регионе температура так сильно не опускается или постоянно колеблется, то забудьте уже про всякие утепления. Надеюсь, хоть в этот раз вы меня услышите. Ну, а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока!